Дневник Майдана Дневник Майдана Я начал бы со старого клише, которое до сих пор, кстати, используют иностранные журналисты. Клише о том, что Украина делится на пророссийский Восток и тяготеющий к Европе Запад. Вот я, встречаясь со студентами университета, большой разницы между ребятами из Донецка и Львова не заметил. Молодежь везде одна. Она смотрит больше на Европу, чем на Россию, думая о будущем, перспективах, карьере. Но большая часть населения страны родилась еще в СССР, и вот их менталитет изменить трудно. Но надо пытаться искать общий язык. В вашей книге вы сравниваете Украину с больным ребенком, вокруг постели которого стоят обеспокоенные взрослые, страны ЕС и Соединенные Штаты. Если евроинтеграция Украины состоится в этом статусе, не рискует ли страна навсегда закрепить за собой имидж больного и потом годами рассчитываться с Европой за это спасение? Думаю, нам это не грозит. Во-первых, Украина не станет членом Евросоюза, пока она нездорова. Сначала ее все же поставят на ноги. А во-вторых, у Европы обязательно появятся другие больные дети, которых надо будет выхаживать. Со своей стороны, Украина может обогатить паневропейское социокультурное пространство, переосмысленной идеей ценности каждой отдельной нации внутри единого целого. Сегодняшнее движение Украины к Европе происходит как раз через восстановление национального самосознания, национального достоинства. Европа не может этого не видеть. В трилогии «География одиночного выстрела», над которой вы работали 9 лет, вы изучаете феномен советского человека и советского сознания. Можете ли вы вкратце объяснить, о чем идет речь? Советский тип ментальности развивали с расчетом на массу, толпу, где один человек, если только он не вождь, не играет никакой роли и не имеет ценности. На Украине это сознание не прижилось. Украинцы, как европейцы, по сути, большие индивидуалисты. Мне приходит на ум образ фермера-эгоиста. Он будет ругаться, защищая границы своих владений, но не пойдет вступать в большую политическую партию. И у нас похоже. На Украине при Министерстве юстиции зарегистрировано аж 184 партии, у которых, по сути, нет никаких программ. Украинец способен добиваться и добивается своего, если знает, что будущее зависит от него самого, а не от системы политического лидера-вождя. Какую роль деятели культуры и интеллектуалы могут и должны играть в жизни Украины сегодня, в столь сложный момент? Наши писатели сильны в публичных выступлениях, умеют вести дискуссии. Среди них много талантливых блогеров, которые пишут о важных вещах. Я вот уже 15 лет регулярно путешествую по Франции, со своими книгами, конечно. Но говорю я людям больше об Украине, чем о книгах. Думаю, я тоже приложил руку к тому, что сегодня французы лучше осведомлены об Украине и, наконец, отличают ее от России. Вы согласны, что быть патриотом успешной и богатой страны гораздо проще, чем любить страну, погруженную в кризис? Да, конечно. Быть патриотом Франции приятно. Очень легко любить Альбы, Анси, Париж, Страсбург. Быть патриотом Житомира или Житомирской области гораздо труднее. Но когда в стране наступает момент исторической истины, когда решается вопрос самого ее существования, тогда да, патриотизм крепнет внутри каждого. Вне зависимости от того, где человек родился, на каком языке говорит. У вас украинский паспорт, ваша Родина нуждается в помощи, и оказать ее становится делом срочным, делом выживания. Этот вид патриотизма приведет к появлению новых политических лидеров, молодых, совершенно не похожих на политиков постсоветского, посткоммунистического поколения. Многие деятели культуры, писатели, фотографы, режиссеры так или иначе обращаются к событиям этой зимы в своих работах. Где граница между чествованием исторического поворотного момента и простым зарабатыванием денег на теме, которая хорошо продается? Я помню 1986 год, Чернобыля. Тогда меня спросили, ну и когда ты начнешь писать книгу о катастрофе? Я сказал, что писать не буду. Речь шла о трагедии, изменившей жизни миллионов людей. Это материал для документальной прозы. Позднее, в 2004-м, случилась оранжевая революция, и сразу же по горячим следам были выпущены несколько книг, снята пара фильмов, сказок о любви на Майдане. И все это оказалось проходным, быстро забылось, потому что истинные события на Майдане были намного серьезнее, сильнее воображений писателей и режиссеров. Сколь бы талантливым ни был писатель, он не сможет правдиво воссоздать эти моменты, придумать персонажей, похожих на реальных участников Майдана, искренних, честных, упорных. Реальность была так драматична, что ее менять нельзя. Все должно остаться, как было на самом деле. Дуже дякую вам, Андрею, за ваш час. Прошу. Спасибо. 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 Спасибо.